Привет! В эфире Наталья Тен, основатель и руководитель студии авторских путешествий. Бай-бай! Совсем недавно в своем ролике я вам рассказала, что самый популярный вид плова, а как вы знаете, их множество в Узбекистане, это именно ташкентский. Более того, я утверждала, что вы, скорее всего, готовите именно этот вид плова, ташкентский. Сейчас я вам расскажу, почему, а вы пока что поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых выпусках. Я объездила все области Узбекистана, и плова я только одна, наверное, съела тонну, может быть, даже больше. А уж если посчитать, сколько плова съели мы с моими группами и с нашими гостями, я боюсь, шкала убежит в небо. Тем не менее, плов я ем не только в Узбекистане, господи, я плов ем не только в Узбекистане, как будто мне в Узбекистане мало. Я плов ем и дома в Москве, и в ресторанах, и у друзей на дачах, и в гостях. И каждый раз я вижу, что готовят именно ташкентский плов. Что такое ташкентский плов? Сейчас я вам расскажу. Дело в том, что пловы разных регионов Узбекистана очень сильно отличаются. Дело даже не во вкусе, дело в технологии. Они готовятся абсолютно по-разному. Ингредиенты-то могут быть везде одинаковые, а вот приготовления абсолютно разные. Если вы подписаны на мой канал, вы уже видели сюзьма плов, вы видели бухарский плов, и еще много плова я вам покажу. На этом канале плова будет много. Чем же отличается именно ташкентский? Ташкентский плов относится к красным видам плова. Так называют жареные пловы. Когда сначала готовят зирвак, то есть сначала мясо, потом лук, потом морковка, специи, вода, и получается зирвак, в который уже добавляют рис. Рис томится в этом зирваке, приобретая вот этот рыжий насыщенный цвет. Но перед подачей ташкентский плов перемешивают. Существует даже такая шутливая легенда, коей гиды развлекают своих гостей. Когда Амир Тимур приехал в Ташкент и стал завоевателем, в один прекрасный день он захотел поесть плова. Но в Ташкенте его еще не готовили. Тогда он отправил гонца в Самарканд для того, чтобы ему привезли плов. Я думаю, что вы знаете, что самаркандский плов готовится слоями. Он и готовится слоями, и подается слоями. Так вот, когда гонец ехал из Самарканда, его трясло на плохой дороге, и весь плов перемешался. Вот так появился ташкентский плов. Это, конечно же, шутка, но в каждой шутке есть маленькое зернышко правды. Ташкентский плов перед подачей перемешивают. Но вот эта технология, которая принята в большинстве семей, которые живут и не в Узбекистане, А именно, сначала жарят мясо, потом добавляют лук, потом морковку, потом специи, вода. Все это тушится, так скажем, а потом добавляется рис. В отличие от других видов плова, ташкентский готовится именно так. Это я вам говорю, как ташкентка. Можете мне верить. Никому не верьте, мне верьте. С вами была Наталья Тен. Путешествуйте со вкусом и в хорошей компании. До встречи в новых выпусках и в рекомендациях YouTube.